Приветствую всех друзья из солнечной Армении. Я живу на Араратской долине. У нас очень жарко. Сегодня температура выше 40 градусов. Представьте себе. И вот в таком теплом солнечном настроении сегодня я вам покажу, как я делаю Жозефину. Все очень легко, очень просто и доступно. Для начала вбиваем сюда 4 яйца и добавляем 170 граммов сахара. Напомню, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. А что касается кисломолочных продуктов, о них поговорим отдельно. Взбиваем всего минутку, постепенно увеличивая скорость миксера. У нас должна получиться вот такая слегка посветевшая масса на поверхности пенка. Добавляем также 200 граммов кисломолочных продуктов. Это может быть сметана, кефир, йогурт или мацун. Все что угодно. Можно, кстати, также смешать в любом соотношении, что у вас есть под рукой. Кстати, мой вам совет. Если вы используете сметану, если есть под рукой также кефир, йогурт или мацун, замените 2-3 столовые ложки или половину на эти продукты. И в тесте получится очень хорошая кислая среда. У меня сегодня сметана и наполовину, немножко меньше половины, я заменила на мацун. Можно взять только один из перечисленных ингредиентов. Тоже прекрасно получается. Кстати, не забываем, чтобы мы не использовали кисломолочных продуктов, предварительно разогреваем на огне. Они должны быть немножко теплее комнатной температуры. Добавляем также 170 граммов растопленного сливочного масла. Друзья, иногда я 30-40 грамм заменяю на растительное масло. Так тоже прекрасно получается. Можете попробовать. Ну а теперь добавляем муку. Сколько было использовано, я вам конкретно скажу. Всегда делала на глаз. А вместе с мукой, с первой партией, добавляем чайную ложку соды. Не разрыхлителя, а именно соды. Я сюда добавила также ванилин. С таким тестом долго и интенсивно работать не следует, потому что развивается клейковина, и у нас выпечка может получиться твердой. Когда тесто соберется в один комок нужной плотности, останавливаем этот процесс. Не забивайте тесто мукой. Оно очень послушное, податливое и не прилипает к поверхности. Хотя и достаточно мягкое. Делим тесто на 4 части. Ну а теперь раскатываем тесто. Я буду выпекать вот на таком силиконовом коврике. Можно использовать также пекарскую бумагу, как вам угодно. Можно также ничего этого не делать. Можно делать французскую рубашку, то есть нанести небольшим слоем сливочное масло, а сверху посыпать немножко муки и встряхнуть лишнюю. В таком случае я советую печь на обратной стороне противня. Но я все же предпочитаю использовать или коврик, или пекарскую бумагу. Из-за высокой температуры в комнате у нас сода под воздействием кислоты начала уже гаситься. Не знаю, видно ли вам, на поверхности уже большие пузырьки. Так что нужно работать быстро, чтобы не потерять лишний углекислый, нужный углекислый газ. Он не лишний. Вот почему я никогда соду не добавляю в кисломолочные продукты, чтобы не потерять этот самый очень важный нам углекислый газ. Друзья, о работе с содой, о всех вопросах, которые возникают при этом, я сделала отдельное видео и очень подробно все рассказала. На моем канале можете найти это видео. Ссылка сейчас у вас появится на экранах. Духовку разогреваем предварительно. Температура в среднем 170-180 градусов, смотря как работает ваша духовка. Я пеку при температуре 180 градусов. Режим верхний-нижний нагрев без конвекции. Из одного килограмма муки у меня осталось 260 грамм. Следовательно, мы использовали 740 грамм. Конечно же, это количество может отличаться в зависимости от используемых продуктов, но для ориентировки, я думаю, это важно. Каржи долго в духовке держать не следует. Они не должны зарумяниться. Как только заметили, что тесто уже не сырое и схватилось, быстро достаем. В теплом виде коржи у нас достаточно мягкие. Вот посмотрите, как только остывают, они немножко становятся тверже. Но после нанесения слоя джема, конечно же, они становятся очень мягкими и тающими во рту. В качестве прослойки для Жозефина используется джем. Обычно используется абрикосовый джем. Я очень люблю также с яблочным повидло. Вот тут я немножко смешала. У меня тут и яблоко, и абрикосы. Кстати, как я делаю абрикосовый джем, яблочное повидло у меня на канале есть. Джем готовится просто элементарно. На 2,5 часа оставляйте и идете по своим делам. Я ставлю таймер. Потом уже 20 минут перемешиваем, и джем у нас готов. Ссылка будет под этим видео. А когда джему не хватает кислинки, можно просто добавить немножко лимонного сока. Я сюда добавила и лимонный сок тоже. Не нужно ждать остывания коржей, друзья мои. Как только все испекли, можно смазывать джемом. Разравниваем края. Все обрезки пойдут на крошку. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...